Коллеги, большое спасибо за внимание, которое вы нам уделили. Это очень приятно, уже второй год подряд нас приглашают принять участие в этом семинаре. В этом году это уже для нас такая отчетно-перевыборная конференция, потому что если в прошлом году мы рассказывали о нашей гипотезе, о нашей идее и проекте, который фонд Сколково поддержал, то в этом году я покажу уже первые результаты, так как мы относимся больше к области трансляционной медицине, и наш проект на всех парах с помощью фонда мчится к первой фазе клинических испытаний. Сама технология была придумана, как правильно было сказано, в Бостоне. Она посвящена созданию наночастиц, базирующих на биоразлагаемом полимере, способным таргетированно доставлять в антиген-презентирующие клетки все компоненты вакцины, включающие как антиген, так и адюван, так и дополнительные костимуляторные молекулы. Мы видим и уже показали в целом ряде, в том числе и клинических исследований. Основные преимущества этой технологии распадаются для нас на четыре больших блока. В первую очередь, это модульный состав самих частиц, хорошо контролируемый благодаря технологическим процессам производства, позволяют адаптировать ее дизайн и параметры под каждый из конкретных проектов. Достаточно простая схема производства, позволяющая делать это быстро и относительно дешево, высокая эффективность как в индукции антительного ответа, так и Т-клеточного ответа, и улучшенный профиль безопасности по сравнению с классическими вакцинами, как за счет таргетированной доставки, так и снижения средней дозы. Благодаря этой технологии мы можем создавать три типа вакцин, как мы это показали. Они распадаются на стимуляторные и толерогенные вакцины. Я не буду сегодня рассказывать о толерогенных, это работа наших американских коллег. Мы сфокусируемся на стимуляторных, причем на тех, которые посвящены индукции Т-клеточного ответа. Использование таких вакцин сейчас является одним из очень горячих областей иммунотерапии. И, естественно, основными областями их применения являются лечение хронических инфекций и опухолевых заболеваний. Портфель компании достаточно разнообразен, но мы сфокусируемся с вами на этом проекте. Он поддержан фондом Сколково. Он посвящен разработке вакцины для лечения опухоли рака шейки матки, вызванного вирусом папиллома человека. На самом деле существует целый ряд аспектов, которым должна соответствовать идеальная иммунотерапевтическая вакцина. Здесь приведены основополагающие моменты, далеко не все. И не так легко создать продукт, который будет ей соответствовать. Нам показалось, что проект в области терапии рака шейки матки, вызванного в ВПЧ, с помощью нашей вакцины отвечает многим из них, потому что антиген хорошо валидирован, связь между ВПЧ и раком шейки матки установлена и является высоко достоверной. Благодаря доставке и комбинации с разнообразными адювантами, как мы покажем позже, можно модулировать иммунологический ответ. А так как антигены являются неродственными, то риск активации аутоиммунного заболевания ответа очень низкий. Также мы показали высокую эффективность взаимодействия с разнообразными чекпоинт-ингибиторами, которые сегодня не раз уже упоминались. Все это создает потенциально интересный инструмент. И вот механизм его абсолютно классический. Через антиген презентирующие клетки происходит активация соответствующих ветвей иммунного ответа. Наша задача сместить с помощью нашего продукта ответ в сторону цитоксического ответа и создать пул активных Т-клеток. Сам рак шейки матки как проблема остается очень актуальный. По-прежнему, несмотря на наличие профилактических вакцин, таких как гордосил и церворикс, количество инфицированных женщин остается очень высоким. На поздних стадиях это заболевание плохо подается лечением. И на всех этапах оно представляет угрозу для детородной функции. Поэтому существует высокая востребованность в новых методах лечения. Вот на основе этого и следующего слайда мы в свое время получили поддержку от фонда. Мы показали, что неоптимизированный исходный вариант нашей вакцины, вводимый всего 4 раза, позволяет значительно продлить жизнь группы контрольных животных. Выживаемость превышала 80% по сумме нескольких экспериментов. И мы показали, что это связано с высокой длительной индукцией цитоксического ответа. Но этот слайд мы любили гораздо больше, потому что он показывает, что важным аспектом действия нашей вакцины является подавление метастазирования. В этой модели TS1 мыши, как правило, погибают из-за метастазирования в легкие. И после 4-х введения нашей вакцины легкие у этих мышек остаются абсолютно чистыми, как морфологические, так и гистологические. Мы видим место нашей вакцины как раз после резекции опухоли, либо после нескольких циклов химиотерапии, в профилактике и подавлении метастазирования и рецидивов. Поэтому именно эти данные казались нам особенно важными. В течение этого года мы провели большую работу по оптимизации нашей вакцины. Было изучено несколько разнообразных антигенов. Мы работали как с пептидами, полученными из вируса папиллома человека, с полноразмерными белками этого вируса, и, наконец, с химерными белками, которые мы создали с помощью комбинации и методов биоинформатики. Как вы видите, именно химерный белок оказался наиболее сильным, вот синенькие столбики, при двух разных режимах начала лечения, на шестой день и на девятый день. В комбинации с самыми разными адювантами здесь показана только одна комбинация. В любом случае именно химерный белок давал наиболее мощную защиту для животных. Здесь показан процент выживших животных. При этом в экспериментах инвива мы показали, что мы проверили разнообразные адюванты, мы использовали разные классы для того, чтобы оценить уровень и длительность токсического эффекта. Было неоднократно показано в литературе, что именно длительность токсического ответа, если удастся преодолеть порог в 7-10 дней, который характерен для обычного иммунологического ответа, дотянуть его хотя бы до 25-30 дней, то клиническая эффективность такого препарата будет уже значимой. И именно с такими результатами имеет смысл идти в клиническую практику. Нам удалось сделать, по крайней мере, это для двух адювантов. И, наконец, мы вернулись в животных, чтобы посмотреть вот этот наш оптимизированный кандидат, содержащий химерный белок и разнообразные адюванты, чтобы оценить, как же это все работает у животных, так сказать, наш оптимизированный кандидат. Вы видите, что эффекты хороши. И вот, наконец, в нижнем правом углу вы видите нашего кандидата, которого мы любим больше всего, с которым мы готовы в следующем году идти в токсикологию. И если она не покажет нам никаких проблем, то мы надеемся вывести его в 2017 году в первую фазу клинических испытаний. И как бы завершающий такой суммирующий слайд, который мы также очень довольны, он связан с особым режимом начала лечения. Если посмотреть на TS1 модель, то большинство публикаций связаны с началом лечения на третий день. В этот момент у мышей еще нет опухоли. Они никаким образом не ощущаются. Вы лишь верите, что они есть. Существует ряд групп, которые работают с началом лечения на шестой день. Здесь вы видите начало лечения на тринадцатый день. Это соответствует приблизительно третьей продолжительности жизни контрольной группы. На этот момент у всех мышей наблюдаются уже значительные ощущаемые и измеряемые опухоли. Мы теперь стратифицируем мышей в группы по размеру опухолей. И даже при таком очень позднем начале лечения мы достигаем 78% выживаемости. Опухоль продолжает какое-то время расти на время разгона иммунологического ответа. Но дальше ему удается подавить ее. И в общем наши мышки выживают и прекрасно себя потом чувствуют. Вот совокупность этих данных, этот оптимизированный кандидат, результат применения, которого вы видите, мы планируем выводить в токсикологию. И через два года, я надеюсь, через два с половиной года, мы надеемся показать вам первые данные применения его у человека. Спасибо. 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 Спасибо.